Еще раз представлю, меня зовут Егор, я из Москвы, но я не москвич, и я с севера, с Мурманска, я родился там и вырос, и уверовал в Бога, и служил, начинал послужить Богу, а сейчас я работаю, живу в Москве, служу в теологическом институте, и ввиду своих обязанностей, занимаюсь преподавательской деятельностью по нашей большой необъятной родине и Казахстану, в Казахстане еще есть филиалы наши, и поэтому посещаю разные города, вот Самара для меня открытие, у нас нет филиала в Самаре, я не был в Самаре, ни в Самаре, ни в Тольятти, это такое темное пятно было для меня, я знал, что теоретически, как Иов, скажут, я слухом слышал, теперь глаза мои видят, а тут вот Максим пригласил меня, я так-то по идее должен еще без сною приехать, но пандемия и все остальные события отважили мой приезд, но, наверное, и к лучшему, потому что летом здесь прекрасно, летом везде хорошо, но есть места, где лучше всех, поэтому это вот такое чудесное место, живописное, и я искренне завидую тем, кто здесь проживает, наслаждается этими красотами, потому что, наверное, Александр, будучи тоже представителем мегаполиса, может сказать, что когда ты вырываешься из большого города на такие вот просторы, ты понимаешь откровение о том, что Бог не создавал город, да? Бог создал сад и поместил в сад человека, чтобы человек этот сад возделывал и хранил, и поэтому у нас есть патологическая тяга к природе. Всем хочется вырваться на кусочек живой природы, всем хочется жить не в Сурии, даже в Московской, всем хочется жить в небольшом, может быть, каком-то домишке, но со своим участком. Всех тянет к земле. Это естественно. Почему? Потому что Бог сотворил человека в связке со всем тем, что мы видим вокруг себя. В отрыве от этого живого откровения мы испытываем определенную нужду, которая компенсируется человеком через его греховное представление о действительности, и первый город, который создает человек, это создание Каина. Бог создал сад, человек создал город. Это сделал Каин. Он отнес место, которое выбрал для жилья, ограды, и это назвало называться город-огород, ну или то, что под оградой находится. Побуждаем он был не любовью, а страхом. Но в результате есть вот такая деформация. Деформация в виде урбанизации современной. То есть люди вроде как стремятся в города, думают, что там эпицентр жизни, но на самом деле, вот сегодня мы с братьями около за завтраком говорили, на самом деле, когда Бог скинул дьявола, он упал в Москву. Но это шутка, конечно. Суть в том, что чем больше город, тем больше греха. Чем больше количество людей, тем больше скопление различных, так скажем, проявлений плотской человеческой природы греховной. Поэтому это не только, наверное, Москва. Любой мегаполис, просто у нас в стране их немного, слава Богу, пока еще есть такие вот просторы. А так в мире кто-то бывал в больших городах, кто-то хочется из них иногда просто вырваться. Это, естественно, что человек хочет в природе, потому что Бог сотворил живое, а не живое делает человеком. Бог творит, мы делаем. Есть искусственные цветы, есть живые. Искусственные цветы принято класть на могилу, а живые цветы принято дарить живым. Мы не можем сделать живой цвет. Мы можем создать искусственное подобие. Это я все время просто делюсь с вами откровениями, пока вот ходил, вот на пробу. Да, действительно так подумал, что... Из деревень люди стремятся в большой город, они приезжают туда, зарабатывают, если это все получается. А потом у них устойчивое желание из этого города покинуть, оставить. И жить хотя бы где-то за МКАДом. Жить хотя бы где-то в коттеджном поселке. Но никто не хочет провести свою жизнь, ну, на Тверском, где-то, на Тверском... Ну, да, в общем-то, в центре его каком-то там, у вас просто, я улиц, не знаю, в Самаре, так? Я хочу. Я не люблю частный дом. Я родился частным домом. Ну, это дело, это просто, как говорится, дело времени. Дело времени. Надо просто немножко опунуться в жизнь, в агрессивную среду Москвы, допустим, мегаполиса, Самары хотя бы, он тоже миллионник, в агрессивную среду этого города. И потом уже почувствуешь разницу. Вот я переехал в Москву из города, в котором один светофор. Называется он Олинигорск. Это около Мурманска. Там находилась наша центральная церковь. Я там жил, служил. И там действительно один светофор, 22 тысячи населения. Все в шаговой доступности. Все близко. И переезд в Москву для меня был просто своеобразным стрессом таким. Шоком. Потому что там все-таки совсем другой ритм. Другая, другая степень агрессии людей. Люди везде агрессивны. Но там они на агрессивной боли. Агрессия замечается сразу в общественном транспорте, метро, электричке. Отношения друг к другу. Поэтому, наверное, надо пожить, чтобы почувствовать разницу. Но, как сказано в Писании, где преизобилует грех, там преизобилует благодать. Поэтому, чем больше людей, тем больше возможностей для служения этим людям. Для того, чтобы являть им того Бога, в Которого мы верим. И реально, действительно, человека мало интересуют теоретические знания. Сегодня мы будем с вами стараться популяризировать. Популяризировать. Глубокие, высокие, теоретические, богословские истины. Для более простой и легкой усвояемости. То есть, вот моя задача из сложного сделать простое. Почему? Потому что степень восприятия у всех разная. То, о чем мы будем говорить, не поддается определению. Если у вас у кого-то есть тетрадки, сейчас было бы неплохо было бы записать. Мы будем такие небольшие задания с вами делать. Если их нету, то можно будет какие-то листочки, да, Максим, придумать. Почему это будет необходимо, если человек начал мыслить, ну, так скажем, философски, интеллектуально работать, аналитически работать, синтезировать мысли начал, когда появилась письменность. До этого он просто был вот таким, знаете, свободным мыслителем. Пришел, упал в кресло, сел и все. И потом в голове у него неизвестно что. Он вышел и не знает, какие мысли у него там были. Короткий карандаш лучше длинной памяти. Поэтому, когда человек стал писать, вообще, человечество, после этого уже стала вероятность появления философии. То есть, когда ты можешь записать и подумать над тем, что ты записал, ты можешь это уже осмыслить, проанализировать. Вечером написал, а утром прочитал и подумал, кто это было, в каком состоянии. Что это делал. Так вот, то, о чем мы будем с вами говорить, сложно поддаются определением. И сейчас вам будет такое задание, в самом начале, дать определение Богу. А дать определение Богу. Вот мы с вами будем сегодня в течение дня стараться стараться вскрыть те субъективные представления о Боге, которые есть в каждом из вас. И, помимо того, что мы их будем вскрывать, мы будем их стабилизировать согласно библейского откровения, чтобы привести к общему знаменателю. Чтобы мы с вами действительно могли бы присоединиться к словам апостола Павла, который сказал, что один Бог. Один Господь. Одна вера. Вы столкнулись когда-нибудь с людьми, которые говорят, у вас своя вера, у меня своя? Конечно. Или у меня свой путь? Они здесь присутствуют. Ну, вон, я думаю, в неналичность не переходить не будем, конечно. Но вам в дальнейшем поможет это, смотрите, разговаривать с людьми, которые мыслят немного иначе. Ваша задача, ваша задача как первого человека, попытаться синхронизировать. Я понятно, как я говорю? Ваша задача синхронизировать свое представление о Боге, если оно адекватно и правильно относительно Священного Писания, синхронизировать его с представлениями о Боге другого человека, стоящего перед вами. Будь то другая конфессия, христианская, будь то просто, так скажем, человек такой, вольнодумец, но не относящийся ни к какой конфессии, просто не отрицающий Бога. Синхронизировать это значит привести к общему знаменателю, то есть найти общие точки соприкосновения, понимаете? Мы все разные. И найти отличия гораздо проще, чем найти сходство. Потом за это сходство зацепиться и выстроить конструктивный диалог и взаимопонимание, которое будет приводить к единству. Для этого мы будем с вами пытаться заглянуть внутрь себя. У Шекспира есть такие слова. Я заглянул, я повернул глаза зрачками в душу. Вот так, посмотрел, заглянул внутрь себя. Люди говорят, зачем мне слушать это все? Ну, учиться, заниматься, для чего? На самом деле это все полезно. Почему? Потому что посредством этого ты проводишь внутренний некий самоанализ, исследование. Библия называет это наблюдайте за собой и исследуйте себя. Верили вы? Потому что к стыду вашему могу сказать, вы не знаете Бога. Так говорит Павел людям в церкви. Это он не говорит людям на улице. Это он говорит людям в церкви. Вы не знаете Бога. Какого Бога? Настоящего Бога. Почему? Да потому что жизнь ваша, которую я вижу, говорит о том, что вы верите не в того Бога. Есть простая истина. Скажи мне, кто твой Бог, и я скажу, кто ты. Вот так. Мы все являемся с вами носителями определенной духовной информации. Я говорю, все это как люди, уверовавшие, как христиане. Но эта информация духовная может быть выражена либо вербально, либо она может быть выражена опытно. Один из, я не буду имена называть, чтобы отступить. Один из отцов в церкви сказал так. Бога нужно проповедовать всегда. И иногда даже словами. Иногда словами. Но нужно всегда проповедовать. А чем? Своей жизнью. Своей жизнью. Вы сталкивались с людьми, которые в своей жизни никогда не видели Библию? Конечно. Да, конечно. И для этих людей вы будете являться пятым Евангелием. Пятая Евангелие. Сколько есть Евангелий в Новом Заветии? Четыре. Есть пятая. Есть четыре записанных, и есть пятая, это вы. Воплощенная Евангелие. То есть воплощенное действие Бога, которое они могут увидеть. И если они видят человека, который живет согласно своим убеждениям, то это будет привлекать людей. Если они будут видеть просто, так скажем, человека, ничем не отличающегося от них, но пытающегося морализировать, пытающегося просто философствовать, разглобольствовать. Людей это мало будет интересовать. Сейчас огромный поток информации. Мы одним кликом мышки можем вызвать жизни с такой поток информации, который не обработаем в течение многих лет. Понимаете? Вот раньше такого не было. Подложим, пожалуйста, сейчас. Раньше такого не было. Сейчас информацией никого не удивить. Никого не удивить. А, очередной семинар, говорят, верующий. А опять оболтунные пустословы. Включил телевизор, пусть для фона что-то молочит. Помните фильм такой советский? Там снимался, ну, про Кубиков, он был там, не помню, какой он называется. Там несколько историй. И лежит там такой тунеядец на стройке, да? И вот так, а другой, ну, рассказывает, ну, давай, рассказывает, как космические корабли ворозят простого вселенной, да? Большого театра. Ну, ладно. И вот бывает, ты похож на Библия, это об этом говорит так. И ты будешь для них, как певец со сладким голосом. Они будут слушать тебя, но то, что ты будешь говорить, он не будет падать в них. В их сердце, он не будет погружаться в их нутро. А ты будешь просто вот им, как бы, ну, приятно разласкать их слух. И вот люди приходят, будь то собрание, центр, реабилитацион, неважно, ну, так скажем, какое-то сообщество людей верующих. Когда они говорят, ну, давай, сейчас что-нибудь, вот, удиви нас, проповедник, учитель, вот, скажи что-нибудь, то, что мы не знали. И мы его начинаем, что делать? Мы начинаем этого человека просеивать, да? Мы начинаем, как бы, его критически воспринимать. Скажет ли он то, что я не знаю? На самом деле все знает и то не все. Гугл. Ты не гугл. Ты не гугл. Мы вчера с Сашей разговаривали вечером об образовании нашего, постсоветском. Немножко. То есть человека учат, просто набивая, как флешку. Но исключают воспитательный процесс, то, что было в советской школе. Советская школа брала на себя обязательства не только обогащать его интеллектуально, но и, что делать? Создавать основу в виде убеждений, принципов, правил, примеров, идеалов, к которым бы он стремился. Сегодня в нашей школе этого нет. Почему? Мы же не учимся в школе. Дело в том, что нам жить с этими людьми. Мы с ними живем, вокруг нас люди живут. Их создают такими. Это образование, которое деформировалось. Вот люди, которые приходят за духовным образованием, будь то это библейские курсы, колледжи, семинарии, институты, вообще неважно. То есть любое духовное образование, оно подразумевает под собою, прежде всего, акцент на восстановление образа Божьего в человеке. Слово образование имеет такой же корень образ. Есть люди безобразные, налицо ужасные и добрые внутри. А есть люди образованные. Ты все равно отличишь человека безобразного, то есть без образа, необразованного, от образованного человека, у которого есть некий формат внутри уже. Он не аморфная масса, хаотичная, которая не может даже за языком своим следить. И изрыгает всякую хулу и всякие пакости. А есть люди, которые могут контролировать себя. Так вот, духовное образование, оно ставит перед собой цель не обогатить человека интеллектуально, не сделать из него гугл. Поэтому то, что я вам буду, допустим, сегодня говорить, написано во многих книгах. Можно в интернете это будет найти, эти выкладки. Но самое главное, чтобы к этой информации вы подошли с правильным состоянием сердца. И когда вы расположите свое сердце, и когда услышанное слово растворится вашей верой, тогда оно станет частью вас. И оно вас трансформирует, трансформирует, то есть поменяет. Поменяет ваше представление о самом себе, о Брежнем и о Боге. Вот такой будет эффект. Наступает он не сразу, как говорит один человек. Вот через неделю я увижу эффект. Может быть, нет. Эффект любой проповеди достигается только через полгода. А не к вечеру, воскресного дня. Только через полгода, когда ты еще будешь помнить то, что ты слышал полгода назад, и то, что ты практикуешь. Ты уже живешь, это становится опытом твоим. Ты живешь так. Вот это будет действительно тогда важным и необходимым. Так что мы не интеллектуально обогащаемся, хотя это тоже исключить нельзя. Бог сотворил человека со способностью мыслить. И здесь тоже очень важный момент. Смотрите. Верить способна любая личность. Любая личность способна верить. Объекты веры могут быть разными. Но каждый человек на это способен. Теперь, допустим, поставим на объект веры, поставим Бога. Библейского. В большинстве своем вы здесь верите в библейского Бога. Да? Верите. Но одно дело просто верить в Него, а другое дело свою веру осмыслить. Осмыслить и выразить ее для другого. Это гораздо сложнее. Поэтому о Боге говорить сложно. О Боге говорить несколько человеку неудобно и некомфортно. Почему? Потому что это в области абстракции. Это в области духа. Это находится за пределами определенного категориального аппарата, которым человек оперирует каждый день. И к этому нужно себя приучать. Можно просто верить и быть спасенным, как разбойник на кресте. Просто поверил и умер. Все. Тут этого достаточно? В какой-то мере, да. Но если ты живешь с людьми, им нужно, чтобы ты свою веру смог осмыслить, чтобы ты смог ее вербализировать, выразить ее. Если ты исповедуешь, написано, кого? Иисуса Господа. Исповедуешь Его. То есть, твое исповедание должно быть верным. Верно. Того ли ты Иисуса исповедуешь Господом? Господом в своей жизни. Или, может быть, не того Иисуса? Вот это помогает определить обучение. Поэтому иногда люди бывают, так знаете, у них спросят что-нибудь. Простой вопрос. Я сейчас вам вопрос задал, дайте определение Богу. Вы смотрите на меня, пока не можете до конца понять. У человека наступает такой комплекс братьев наших меньших. Собаки, которые у нас во дворе, они все понимают, сказать ничего не будут. Люди также в церкви. Все понимают. Что такое? Понимают. Ну, что? Благодать. Дух Святой. Искупление. Много разной другой терминологии такой христианской. Ты спрашиваешь, дайте определение этому. Творец, личность. Что такое личность? Сверхъестественное. Личность. Вообще, слово личность, термин личность. Что это такое? Субесильник. Субесильник, может быть, дерево. Личность, для каждого из нас, это я личность. Вы личность, он личность, они личность. А что такое личность? Это я личность. Я личность, я индивидуал. Это простого слова определение. Пиши слово личность, поставь тире, напиши это и дай определение. Причем, если я только что-то... Хорошо, я думаю. Личность, понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, рассмотрение его как субъекта социальной жизни, определение его как носителя индивидуального начала. Хорошо, спасибо большое. Так вот, я вам скажу следующее, что ни в политологии, ни в социологии, ни в медицине, ни в педагогике нигде нет общего определения понятия личности. Их больше 50. Это самое загадочное понятие, над которым ломают копья все представители этих наук, которые занимаются сферой человека. Вот так. Да, ты личность. Не столько благодаря тому, что тебя создал тот, кто есть личность. И если он не личность, ты тоже не личность. Потому что причина порождает то следствие, которое соответствует причине. Если Бог не личность, как в исламе, он не личность, как в буддизме, он не личность, как в качтаидах, он не личность, то и у людей что? У людей искаженное представление о самих себе. В исламе человек не создан по образу и подобию Аллаха. У них его отсутствует. Он просто один из творений. Есть букашки, таракашки, ботники, барашки. Есть человек, который поставлен просто на ступеньку повыше. Но от Аллаха внутри этого человека ничего нет. Возможно ли тогда взаимосвязь прямая этого человека в рамках этой религии со своим творцом? Только, только на горизонтальном уровне. И поэтому само слово «ислам» означает попорость. На горизонтальном уровне. Есть Аллах и есть мы. Мы не можем быть такими подобными Аллаху. У нас не могут с Аллахом выстраиваться безличностные взаимоотношения. В арабском языке, на котором написан Корам, отсутствует слово «личность». Поэтому даже определения к Аллаху они не могут применить как личность. Вот вам пример. Так работают знания. Я могу дальше уйти в сторону этики и развить уже другую концепцию о том, как выстраивается ценность человеческой жизни в исламе. Вы знаете это просто на бытовых каких-то моментах. И это почему так? Да потому что в другом, в другом они не видят вечности. И сам в себе он не видит, ало, подобие своего Творца. Такой дефект. Христианство дает человеку огромное преимущество. Преимущество того, что ты личность. Да, действительно. Был такой вопрос. Я личность. Никто не отрезает. Но кто это, ты не можешь даже ответить. Ты даже не знаешь сам себя. А сам себя ты можешь узнать только в соотношении с тем, кто создал тебя. То есть, зная его, ты будешь знать себя. Не зная его, ты сам себя не знаешь. Кто ты такой? И поэтому ты такие коленцы можешь откидывать, которые будешь у тебя даже сам. Хорошо. Вернемся к нашему первому заданию. Итак. Слово Бог. Понятие такое. Что это такое? Вам нужно написать. С точки есть у всех. Создавать это не надо будет. Это просто будет для вашего саморазмышления. Кто или что так хочешь, для тебя является Бог. Это кто это? Создать. Твоих. Ну, напиши. Создатель. Ну, а что еще писать? Ну, а что еще писать? Ну, все. Ну, я думаю, да. Ну, хорошо. Отец. Это что я определил? Создатели и все. Это твое определение. Я не лезу в твою душу. Пока все. Я же сказал, что ваше самостоятельное задание. Вам нужно подумать и дать определение этому слову-понятию. Кто такой Бог? Кто такой Бог? Кто такой Бог? Пару минут вам хватит, уже долго думать все равно не получится над этим. Итак, написали? С чем вы столкнулись? С чем вы столкнулись? Ну, это трудно слова не объяснить, как любовь, допустим. Как любовь, хорошо. Вот уже это ближе. Итак, вы столкнулись с тем, что ваша попытка дать определение Богу берет информацию откуда? С того, что есть, прежде всего, в Библии. То есть вы пытаетесь определить Бога через ту информацию, которую дарет вам Священное Писание. Поэтому вы можете говорить об обликах о том, что есть некая духовная личность, сущность, субстанция. Что он есть? Свет. Бог есть любовь. И можно пробовать вот этот ряд, что будет являться катафатическим, то есть утвердительным заявлением о пытке человека определить понятие Бога. Ни одно определение, оно не будет до конца верным и полноценным. Почему? Дать определение – это положить пределы. Вы не можете положить пределы Богу. Поэтому Он не только Создатель, Он не только Творец. Вы пытаетесь вот сейчас, в частности, осмыслить Бога в отношении твоих Творениях. Теперь представьте вечность, когда ничего нет. Представьте себе Бога самого в себе, без относительности к Творению. Кто? Творение еще не так старое, оно молодое. До того, как все начало быть, а без Него ничего не начало быть, что начало быть. Он уже был. Кем Он был? Всем. Это круговая аргументация. Что значит всем? Что ты включаешь в это понятие всем? Не могу описать. Вот это «не могу описать» будет взять сам богословием таким выражением, как апофатическое. У меня 9 классов образования, я его наглавливаю. Это такие слова. Потихонечку, да. Пока, по крайней мере, ты можешь писать, это уже много после 9 классов, и читать видео. Но так же слушать. Поэтому это хорошо. Итак, Бога можно определить по отрицанию. То есть Он не такой, как все вокруг. Писание говорит так. Кому подобите меня, с кем меня сравните? С чем вы можете сравнить Бога? Да ни с чем вы не можете сравнить. Он лично запредельное. Поэтому у человека возникает трудность дать определение объекту своей собственной. веры. Но внутри у каждого человека есть устойчивое ощущение, что там что-то есть. Ну, почувствовать можно. Есть. Можно почувствовать, да. Можно почувствовать. Все люди обладают способностью верить. Правильно? Все верят. Абсолютно все. Во что хотят или во что их научат верить? Раньше все верили в светлое будущее. Сейчас модно в Вселенную верить. Верить во Вселенную. Ну, все равно, человеку необходимо реализовать потребность верить. Потребность верить. Кто-то видел пирамиды? Да, видел картинки. На картинке. Ты веришь картинкам? Смотря какие. Ну, что значит. А может, я вам... Я не видел пирамиды. Живыми глазами видел пирамиды? Нет. Смотря какие. Значит, доверяешь чему? Картинкам и изображениям на долгом экране. На долгом экране я не очень доверю. Ну, зачем смотришь его каждый день? А что делать? Перестань это делать. Вот. И смотри на долгую экран. Концентрируй свою веру на долгую. Итак, человеку нужно реализовать потребность верить. Так вот, уровень вашей веры будет расти от правильности выбранного объекта. Силу вашей веры не вы даете. Силу вашей веры дает тот объект, который вы выбираете. Если он реальный, настоящий и правильный, то ваша сила будет расти. Если он не настоящий, выдуманный, иллюзорный, то ваша вера будет какой? Она будет просто-напросто рассеивающей. Она не будет сконцентрированной. Она не будет точечной. Она не будет успешной. Поэтому очень важно правильно определиться с объектом веры. А для этого необходимо знать об объекте собственной веры. Знать об объекте собственной веры. Апостол Павел в одном из последних посланий сказал, «Я знаю того, в кого я уверовал». Помните такие слова? А ты знаешь того, в которого ты уверовал? Правильно ли ты обладаешь? Правильными ли знаниями ты обладаешь? Если это так, то, соответственно, правильно выбранный объект веры даст твоей вере ту силу, посредством которой, Иисус говорит, ты можешь даже переставлять горе. И если твоя вера будет рассеиваться, вот как поляризатор для мытья стекла. Знаете, там есть два положения. Есть стрим и есть спрей. Спрей – это распылитель, стрим – это струйка. То есть в одну точку. Можно просто свою веру поставить на уровень спрей, и она будет распыляться. И все мы верим, как у Высоцкого в песне. Во что угодно, да? По-разному. А кто-то верит на экстрим. Точечно. Выбрал правильный объект, или точнее объект веры выбирает нас, мы вчера вечером говорили. Не вы выбрали его, а он выбрал вас. Избрал вас. И он хочет стать объектом вашей веры. Иисус говорит, веруйте в Бога и в меня веруйте. Не в абстрактную вселенную, не в мир во всем мире, не в какое-то просто размытое добро, а в конкретную личность нужно верить. Почему? Потому что только личность может сделать тебя каким? Личность. Простой вопрос я задаю сейчас. Сейчас я отвечу на него, и вы скажете, это на поверхности, конечно. Только личность может сделать тебя счастливым. Ничто другое тебя не сделает счастливым. Ничто. Абсолютно. Если тебе дать все то, что ты хочешь, и поместить тебя одного на необитаемый остров, ты будешь несчастлив. Тебе нужен будет кто-то. Правильно? Хотя бы кто-то. Хотя бы пятница, в конце концов. Хотя бы мячик, как вы знаете. Ну, тут нет, после общения с мячиком он сошел с ума. Поэтому мячик тебе не нужен. Лучше вот кто-то рядом. Тот, кто сможет отрефлексировать. Человеку нужен другой. Друг и другой в русском языке однокоренные слова. Тебе нужен другой, то есть друг. Твой друг это другой, это не такой, как ты. Но только в отношении с другим ты учишься познавать самого себя. Если нет в твоей жизни другого, ты сам себя не знаешь. Ты загадка сам для себя. Когда в твоей жизни появляется другой, то скрываются такие темные стороны в твоей душе, которые для тебя были неизвестны. Это может сказать любой человек, который женился или вышел замуж. Я в 18-м году женился и казался себе очень адекватным святым человеком. Чего раз не хрестись. После этого я понимаю, что Бог хочет еще в моей жизни очень многое сделать внутри меня. Это нормально. Это хороший труд духовный. Главное правильно это воспринимать. Смиренно и благодарно. Поэтому появился другой. Другой человек. Не такой, как ты. Более близкий. Чем по отношению к тебе. И так только личность может сделать тебя счастливым. Счастливым. В русском языке счастье какого рода? Слово сказано. Средне. Правильно. Правильно. Счастье среднего рода. Теперь задумайтесь. Очень простая загадка. Разве может тебя сделать счастливым что-то оно? Оно может тебя счастливить? Никогда. Ты к оно стремишься? Или ты стремишься к ней или к нему? Ты хочешь, чтобы в твоей жизни был он или она или оно? И вот люди бегут за счастьем, как за линией горизонта. Ты спрашиваешь у человека, проведите эксперимент на работе, если вы работаете с людьми неверующими, спросите, вы хотите быть счастливым? Если у него нет патологии, то скажут, да. А что такое счастье? Третий вопрос. Как вы достигаете этого счастья? Четвертый вопрос. Что вам мешает в достижении этого счастья? И вы прекрасно сможете затеять разговор с человеком на духовные темы. Потому что счастливых очень бектаклей. Но даже в русском языке счастье среднего рода. Люди хотят осчастливить себя посредством чего-то. Хоть что-то не достает ему. И они это что-то пытаются где-то выговорить и себя к чему-то прилепить. Но Библия дает хороший, однозначный ответ. В одном из псалмов написано «Кто покажет нам благо?» Помните такие слова? Благо – это как высшая такая категория счастья. Кто покажет нам благо? Вопрос, какой задает ридаический псалмопевец. И отвечает сам на него «Ты яви нам свет лица твоего». То есть, благо-счастье в первой категории – это личность. И когда я стремлюсь к нему, я автоматически становлюсь кем? Каким? Счастливым. Я становлюсь счастливым только в отношениях с ним. «Он мне нужен», а не «оно». Несчастье как таковое, потому что это абстрактное понятие, размытое, неконкретное. Оно у каждого свое. Но нам нужен «он». А «он» для каждого из нас будет тем восполнением наших нужд и потребностей, которые у всех субъективны. Понимаете? Хорошо. Итак, написали определение Бога? Вот будем с вами его корректировать, выравнивать. Итак, Исайя, 40 глава, там написано о том, что Бог говорит человеку, что меня ни с кем нельзя сравнить и нельзя никому меня уподобить. То есть я нечто иное. Нечто иное всему тварному, всему тому, что вы видите вокруг себя. Но Бог хочет, чтобы человек его знал. И человек его знал. И поэтому Бог будет использовать то, что будет называться самооткровение. Самооткровение. Он будет открываться. Можем ли мы самостоятельно прийти к познанию Бога? Вот так вот взять и найти? Нет. Не можем. Тогда он идет на самооткровение. Через что Бог самооткрывается? Как вы думаете? Какие использует он для этого методы? Методы. Методы самооткровения Бога. Через рассматривание его творений. Видимо. Хорошо. Ну тот, кто записывает, чтобы у вас хотя бы осталось хоть что-то после этого дня. Давайте запишем самооткровение. Пишем следующее. Общее откровение. Я вам рекомендую сделать небольшие записи. Почему? Потому что когда вы будете просто меня слушать, у вас и так-то в конце дня останется 10%. Всего. Ну это нормально. То есть все то, что я сегодня скажу, вы не запомните. Оно не усвоится. Это будет много. Много меда есть. Написано. Плохо. Ну так скажем, будет. Не и да нет. Но если вы будете записывать, то вы потом сможете это реанимировать. Поэтому небольшая такая, скажем, небольшая, небольшой конспект, небольшая записка какая-то, которая, скажем, останется после нашей встречи, может вам освежить это в памяти. Дух Святой работает с той информацией, которую вы вкладываете на себя. Посмотрите, для примера. Был Петр, был Павел. Кто написал больше посланий? Павел. Павел. А он лучше Петра? Нет. Они разные просто? Да. Просто разные. А почему Павел больше написал? Знал больше. Ну честно. Потому что у Павла способности и возможности были другие по сравнению с Петром. Дух Святой, который является руководителем при написании канона Нового Завета, использует Павла. Потому что у Павла есть определенный багаж, так скажем, начинка, который он начинает пользоваться уже для апологетики. Христа. Для того, чтобы уже утвердить его божественность. И создает, по сути, богословие христианское. Создает Павел. Петр тоже вкладывает свою долю, но она меньше сравнительно. Потому что две трети объема Нового Завета создается апостолом Павлом. Это говорит, что лучше? Нет, не лучше. Просто он такой был человек. У него внутри было больше информации, из которой потом моделировал послание Дух Святой. Так вот, чем больше у вас будет, тем больше Духу Святому больше возможности будет. Понимаете? Надо вкладывать в себя. Вы, может быть, сразу это не запомните, но впоследствии, когда вы будете разговаривать с человеком, это будет доставаться у вас из руки. Дух Святой будет отоживлять. Это необходимо. Необходимо, почему? Потому что люди вокруг вас растут, развиваются. Вы перестаете им быть интересными, если вы просто рассказываете об одном и том же. Просто рассказываете, ну, грубо говоря, дважды два. И судит Господь. Он тебя любит. Я это слышал от тебя уже. Пятнадцать лет назад. Что ты еще мне можешь сказать? Как он меня любит? Почему он Господь? Нам нужно постоянно проходить через обновление. Через апгрейд. Нам нельзя оставаться, как вчера и третьего дня. Итак, Павел пишет больше. Дух Святой работает с ним более, так скажем, продуктивнее. Более продуктивнее. Вот послание Петра – это заместная работа. Петра и кого? Марка. Да даже не Марка. Первое Петра кто написал? Петр. Первое послание Петра написал кто? Его написал Силуан. Записал его Силуан. Об этом написано в первом послании Петра. Что, как это происходило? Петр диктует. Человек, который обладает большим красноречием, большим, как скажем, запасом лексическим, большим, как и литературным даром, он записывает то, что диктует Петр. В результате послания Петра, с точки зрения лексики и словообразования, отличается очень сильно от проповеди Петра, которые записаны в книге Янг. В книге Янг. Проповеди Петра. Читали вы? Они отличаются от того, что написано в послании. Не сам смысл отличается. Отличается подача. Понимаете? Отличается подача. Вот так. Поэтому раз вы любите Бога, любите. Вы, если вы любите кого-то, вы должны говорить о нем самыми лучшими выражениями, которые можете подобрать. Вы должны оперировать самыми лучшими понятиями. Вы должны оперировать самыми яркими красками. Это так, как вы, допустим, поздравляете своего любимого человека. Вы ему открытку, да? Вы же не просто ему нашли в его, а что вы вырвали, как вы записали запуску. Держи, добра, бри. Идете в магазин, покупаете открытку, дорогую какую-нибудь, стараетесь подобрать красивую, яркую. Ну вот на ней пишите. Вот тебе, держи, наши слова. Вот поздравления. Почему? Ну потому что это та же стена идеи, вы говорите. Мы любим этого человека, уважаемого. Если вы любите и уважаете Бога, чтите Его, то о Нем нужно говорить только в самых лучших выражениях. Помогает это делать также наличие определенного запаса. Это я все говорю вам к тому, почему вы здесь, зачем вы здесь. То есть не для того, чтобы потом бравировать друг перед Духом. Ни в коем случае. Духовное образование и получаемое вследствие этого образования степень, ученое, делает человека остепененным. В духовном образовании каждая твоя степень научная делает тебя более серианным. Не повод гордиться, что ты прошел курсы или какой-то семинар послушал, а потом взял, прижал кого-то где-то в углу и давай его тыкать своим маленьким ножиком духовным. Это неправильно. Люди пользуются своими знаниями для того, чтобы возгордиться, для того, чтобы показать себя более высоким, для того, чтобы продемонстрировать себя более духовным. Это не уровень духовности. Духовное образование делает человека более степенным. Да, у него степень есть. У меня есть степень магистра. Но это не повод, чтобы не течиться этой степени. А это подразумевает под собой еще больший уровень смирения перед Богом и перед теми, кто рядом со мной. Нас на Бог на меня накладывает это. Я ни в коем случае не вправе судить про поведение чьей-то. Вот так. Братья, когда человек, человек, а решить, я не в коем случае не должен показывать человеку его интеллектуально несостоятельность рядом с собой. Я ни в коем случае не должен подавлять человека своими знаниями, манипулировать его религиозным сознанием. Никогда. Потому что это противоправные действия в отношении личности, которую создал Бог. Вот так. Итак, мы с вами остановились на том, что Бог сама открывается посредством вы сказали творения. Правильно. Посредством природы. Да, через рассматривание творения видимые. Через рассматривание творения видимые. И первое, что мы с вами там записали, получается, у нас есть самооткровение Бога. И у нас есть такое... Сейчас вам найду туда слайд. У нас есть такое понятие, как общее откровение. Общее откровение. Вот стихи эти. Просто вам вывели, что вы в Библии их не искали. Так видно вам, да? Небеса проповедуют славу Божию и о делах руки вывещает твердь. День, дню передает речь и ночь, ночи открывает знания. Это Ветхий Завет. А в Новом Завете в Послании к Риме там сказано о том, что невидимое Божие, вечная сила Его, Божество, от создания мира через рассматривание творений видимых, так что они безответные. Итак, Бог открывается нам через все то, что мы видим вокруг себя. Природа является методом Его самооткровения. Я пришел сегодня на пруд. Искренне шел и восторгался природой, которую устроил Бог. Когда пришел на пруд, то заметил то, что устроил человек. Кучи мусора такие. Это сделал человек. Вот это все вокруг сделал Бог. Разницу, понимаете? Бог сотворил все дивным и прекрасным. И все вокруг говорит о том, насколько дивен и прекрасен творец и создатель. А венцом всего творения кто будет? Человек. Верно. Почему человек венец творения? Потому что создан два образа и подобия. А что значит образ и подобия иметь? Ну, быть таким же. А каким значит быть? Похожим. Похожим? Ну, какие черты тогда? Какие должны быть в тебе? Любовь, доброта. А? Любовь, доброта. Любовь, доброта. Милость. Милость. Хорошо. Какие еще качества вы можете перечислить? Милосердие. Милосердие. Так. Ну. Интеллект. А, да. Примуды. Интеллект. Способность выражать свои мысли. Да? Потому что отличать вас тоже будет от живого. Верно? Ну, и самое главное, конечно, это личностное начало. Лошадь. Я, кстати, лошадей тут не видел. Но лошадь, стоя на лугу, никогда не сможет задуматься. Я лошадь, я стою на лугу, ем траву. Что я здесь делаю? Да. Что я здесь делаю? Я скоро умру. Скоро. Вот. У животного отсутствует личностное начало. То есть, отсутствует самосознание. А человек действительно это венестворение. Он сложился в человек в свободу. Самое главное. Он сделал его, самое главное, слушайте внимательно, он сделал его свободным от самого себя. поэтому ты можешь повернуться к нему от избушка передом или задом. Ни одно другое живое существо не способно на это. Ни одно живое другое существо, обладающее душой так же, как совокупность у всех элементарных комплексов этих вот составляющих жизни, ни одно живое существо не способно владеть свободой. У него нету свободы. А что есть? Рефлексы и инстинкты есть. Животное живет по рефлексам и инстинктам. И только ты живешь как по желанию, по воле. Ты реализуешь свою свободу. Вот это тебя самое максимальное сближает с Богом. Бог сделал тебя таким, чтобы ты мог быть свободным даже от него самого. И поэтому он не вторгается в свою жизнь, не манипулирует тобой. А он выстраивает с тобой отношения я и ты. Отношения доверия и любви. Понимаете разницу? Это отличает нас от животных. Но не всегда. Не всегда. В послании написано, что мы были рабами страстей, похотей и различных удовольствий. И многие люди в большинстве своем живут подвластны своим инстинктом и рефлексам. Они живут в рамках своей природы. Вот куда их, как говорится, повлекло, туда и потянуло. Туда там и не оказались. Не контролируют свои неестественные желания, не противоестественные. Итак, природа потрясающая картина, которую написал потрясающий художник. Вы были когда-нибудь в какой-нибудь картинной галереи? В Третьей год. Классно. Кого еще можно вспомнить из Третьей годы? Воснецов. Айвазовский. Давайте про Айвазовского. Айвазовский, с какими картинами, какой тематики у вас ассоциированы? Мне даже Зеленцова наношу. Одна картинка Зеленцова. Не, не, Интерьеры рисовал. Видно, дизайнер. Айвазовский, с какой тематикой ассоциированы? Что он? Потрясающе. Вот вы видели? Но он не только этот. Не только. Но я бы специально спросил. Да, не только. Но в большинстве своем ассоциация, которая срабатывает у нас в отношении Айвазовского, она связана с какой тематикой. И мы не, я не знаю, я чувствую, как-то даже портрет Айвазовского не могу сказать, что он для себя представляет. Негнешне не знаю его, не знаю его жизни, не знаю его отношений там с ближними, не знаю его внутреннего мира, но глядя на картины, я вижу человек, что? Прибил море. Художник прибил море. Квастецов, Шишкин. Мы можем через их картины пронаблюдать их внутренний мир. Понимаете? Так вот, через то, что мы видим вокруг себя, заметил тот, который это создал. Нет ни одной одинаковой снижинки. Нет ни одного листочка, у которого было бы похоже бы усло. Сорвите листочки, они все будут разные. Все уникально. Все уникально. Все очень тонко и дивно устроено. Дивно устроено. И мир, и человек. У меня отец художник был, он говорит, чем отличает человека от Бога. Говорит, что у Бога нет ни одной прямой линии. Да, а у человека все прямо и перпендикулянно, так важно. А можно так? Нет. у нас все так должно быть. Итак, мы мысли улавливаем пока и про гладко мы идем. Все у вас, нет у вас, в стильную сторону я не ухожу. Итак, через рассматривание творений видимых. То есть, Бог первое открывается через природу. Открывается через природу. Ты скажешь, ну и что? В принципе, это понятная истина. Мы делаем сейчас с вами практически такой отступ. Смотрите, для чего это? Через природу мы познаем кого? Бога Творца. Это делает только увервавший человек? Правильно, нет. А кто? Любой человек может. Любой человек. И тут написано, смотрите, в послании к римлянам написано, что вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимых. Люди наблюдали за тем, что вокруг. и они приходили к определенному его заключению, что вот это все так просто само по себе образоваться не могло. Что вот над этим всем есть какое-то первоначало, есть источник. Источник не только материи, но и источник духа. в мироздании есть два противоположного есть материя и есть дума. Есть то, что видимо и есть то, что невидимо. Посмотрите туда, куда вы все записали. Вы видите буквы, слова, предложения, но вы не видите мысль, которую вы вы видите. вы видите лист, вы видите ручку, но вы не видите идею ручки. Понимаете? Есть понятия, есть такие, скажем, понятия, которые описывают мир видимый и мир невидимый. Они существуют вместе. Если мы говорим, что Бог начало и источник всего, то Он создает не только материю, но и создает еще и нечто невидимое. Что перевечен? Дух или материя? Все с этим согласны? Хорошо, если вы согласны с этим, то тогда действительно мы видим, как человек скрещивает коров и получает новый вид, новую породу, которая дает больше молока. есть материя, но этой материи руководит мысль, руководит дух. Не материя руководит духом. Так будет говорить эволюция. Но наоборот, дух будет, то есть невидимое, духовное, будет руководить чем-то материальным. И если Бог является духом, он есть дух, Бог есть дух, да, то Бог создает не только то, что мы видим глазами физическими, но создает еще то, что сокрыто от физического взгляда, но то, что наличествует в этом мире. Перечисленные понятия, вот эти, которые я перечислял, перечислял волнути, допустим. В мире животных их нет. Животное не может ненавидеть, животное не может любить. Волк убивает овцу не из ненависти, а по инстинкту. Ни милосердия, ни любви, ни благости не существует в мире животных. А где это возможно только существовать? Где? В каком мире? Только там, где есть личность. Только личность способна это пережить, воспринять, пропустить через себя и отдать Богу. Понятно? Поэтому эти собаки, которые лежат во дворе, они нуждаются в вашей любви. Вся тварь написана в совокупности стена и мучиться. Почему? Да потому что тварь покорилась с улетей недобровольно, а каким образом? А по воле покорившего ее. Человек поставлен как венестворение над всем мирозданием. Ну и через человека пришел грех, пришла деформация, пришло искажение в этот живой мир. Мир, который сейчас находится в суете и в рабстве твения. И если мы не переживаем вот этих духовных категорий, то и мир это пережить не может. Если мы не испытываем внутри себя любви, то мы пойдем сейчас эту собаку что-то с ней сделаем нехорошее. Будь на гаде, просто кучу мусора принесем выброси где-нибудь около труда. Потому что не испытываем внутри себя того, что способны испытывать нормальное, адекватное лично созданное Богом. Итак, все творение оно просто-напросто вопьет и кричит о своем создателе. и приводит человека, любого человека к знанию о том, что есть причина рациональная духовная причина всего этого созданного. Следующее. Так, прохожу, мы с вами поговорили. Бог следующая а? Бог в порядке. Бог в порядке, да. мы говорили с вами создал все видимое и невидимое и создал человека как венестворение. И вот деяние, 17 глава, вот этот хороший текст, который говорит о том, что все люди созданы Богом и все имеют один источник, одно начало. Один источник, одно начало. Весь род человеческий Бог произвел для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитания. То есть Бог положил определенные ограничения человеку и вложил в человека устойчивое желание искать его. Искать это значит выстраивать с ним отношения, то есть стремиться к нему, нуждаться в нем. И познание об самом себе он как бы вложил в творение. То есть человек приходит к пониманию, что просто так это все не может получиться. И когда вы свидетельствуете о Боге, о своей вере кому-то, то ваше свидетельство должно начинаться так же, как выстраивал свою проповедь апостол Павел в Афинах. В Афинах в Мариапаге Павел проповедует не евреям на синагонии он ходил, а он проповедует кому? Язычникам. И вот он свою проповедь выстраивает по следующему алгоритму. Он прежде всего говорит о том, что Бог кто? Творец. Если вы в своем свидетельстве о Боге не придете с человеком к знаменателю, что есть Бог-Творец, то этому человеку, вашему собеседнику, не может, не нужен будет Бога и у какой Спаситель. Почему? Да он с Творца еще не верит. Поэтому самое главное первое это привести человека к вере, в осознанной вере, в Творца, что есть Творец, что человек произошел не из первородного бульона, что его предки не лазили по деревьям, что эволюционная теория это лишь теория, теория, не более того, не доказанная научно, теория, которая подразумевает под собой наличие чего? Необходимость. Необходимость чего? Веры. Вы в школе все учились, даже кто, если даже до 9 класса, то когда вам преподавали эволюционную теорию, вам показывали картинки на доске. Так вот, эти все картинки, они все являются плодом фантазии человеческой и не существуют реальности. Мы верили в это. и вот так до сих пор людям в школе прививают веру в теорию эволюционную, которая на самом деле не работает и в реальности ее нельзя пробировать и воспроизвести опытный путем. Так что у каждого человека прежде всего через разговор о живом творении должно приходить осознание Бога как своего отца. как своего отца. И в этом случае нам помогут доказательства и доводы существования Бога. Доводы существования Бога. Человек скажет ну есть какие-то так пропало а есть какие-то допустим доказательства у тебя того что Бог действительно реально существует. Ты говоришь не о Боге но на самом деле это просто ты грубо говоря пил пол жизни а потом тебе предложили почитать Библию и ты вот сейчас чтобы не пить читаешь Библию. Одну зависимость поменял на другую. Это потому что ты слабо вольный человек и попал в секту там где платят деньги в этой септе тебя держат в этой септе ну и раз не можно другие истории услышать что вера она для слаба что христианство это религия рабов но это еще Ницше говорил в 19 веке в принципе это не выдумка современного человека так вот действительно доводы есть и один из них такой довод порядка наш Бог порядка и устройство все имеет свою причину не появилось ничто беспричинно все откуда-то начало быть и как говорит писание без него ничего не начало быть если любой результат подразумевает наличие наличие допустим разума и силы то есть результат какого-то действия ну грубо говоря ты рождаешь кого ты человек рождаешь кого человека ты не родишь кошку ты создаешь подобного себе у подобного тебе есть руки ноги голова и точинка еще невидимая называемая психикой душой интеллектом способностями ты передаешь ему это вложено в нем потенции потом это будет развиваться так вот если мы говорим что человек здесь существует есть человеческий род у которого есть нечто преимущественное по сравнению с животными значит его не создает первородный бурьем материя не может создать разум любовь не может быть как состояние уши человека результатом высшей нервной деятельности не может любить животное не может и животное может инстинктивно привязаться заботиться привыкнуть может как хатику ждать да но любить безвозмездно даром не может отдавая себя другому контролируя свои природные побуждения не может поэтому если вы заведете и бренка и будете его кормить а потом перестанете он может вас не остановиться перед голодом почему потому что сколько волка не кормит природа как говорится она возьмет свое итак причина появления всего вокруг нас является бесконечно великой бесконечно великой эта причина находится в личности создателя в личности творца наша задача с вами давать человеку информацию такую которую он осмысливал саша сказал что сейчас принято модно верить во вселенную вселенная это абстрактное понятие абстрактное понятие абстрактное вселенная как сама по себе как некая сила сила как звездных войнов звездных войны изобилуют идеями нью-эйджа слышали такое новое веяние нью-эйдж или новый век движения вера во что в силу сверхъестественная вибрация 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 у них это уже как альтернатива какие-то просто как в нечто потустороннее какой-то силы удивея что есть нечто абсолют какое-то что-то такое что-то но тогда как это нечто может создать человека со всем вот этим комплексом то есть оно не может создать подобного себе человек вселенная микрокосом человек то есть внутри человека есть нечто большее огромная вселенная внутри тебя ты сам являешься носителем этой Вселенной, безграничной, как Личность, как Личность и Безграничная, и как Личность и Бесконечная, даже летальный исход не сотрет тебя, не уничтожит тебя. Следующий такой аргумент, это аргумент цели, то есть предназначение. Все в этом мире для чего-то, начиная от этого чертополоха, заканчивая тебя, тобой. То есть у всего есть свое предназначение. И если для воспроизводства чего-то разумного нужен разум, то для обеспечения порядка и, так скажем, цели, необходима воля. Если нет воли, то ты не можешь направить свою свободу, свою возможность. Если у тебя есть воля, то значит ты можешь создать определенный порядок, устройство. Вот в греческом языке слово космос такая разозначает порядок, поэтому от слова космос рождается слово косметика. Косметический ремонт, это ремонт, который приводит в порядок помещения. Косметика это средство, которым пользуется, допустим, женщина для того, чтобы привести в порядок свою внешность. А космос это порядок. Это не космос в греческом, в греческой философии, это противоположность хаосу. Есть хаос и есть космос. Когда приходит Бог в твою жизнь, то приходит порядок. Выходит хаос. Понятные примеры, да? Так вот, у всего есть свое предназначение. Бог сотворил абсолютно все с определенным предназначением. Вы сейчас скажете, а комары? Так вот, природа, которая была подвержена влиянию греха, прошла через деформацию. И в результате этой деформации мы имеем вот такие явления, как кровососущие насекомые, допустим. То, что губит. То, что деструктивно влияет. Но это не изначальное предназначение, а уже возникшее в результате дефекта. В результате дефекта. В результате дефекта. Да, там вот царь, да и небесная. Только в чем у вас осталось? И Бог и Бог рядом. Да, да. То есть, Бог все вернет в свое первоначальное состояние. Своё первоначальное состояние. Итак, в результате мы через природу узнаем, что есть причина. Дефекта достаточно разумная, чтобы произвести и материальную Вселенную, и духовную. И эта причина разумная и цель и устремлена. Цель и устремлена, то есть, есть предназначение. Значит, для чего-то это дерево растет. Для чего-то это, скажем, насекомое, оно живет. Или животное для чего-то. То есть, если мы... Вы знаете примеры такие в биологии. Если исключить из определенной популяции какой-то вид животных, то нарушится целая система, экосистема нарушится. Там, скажем, решили вытравить каких-то насекомых, которые питались там, да. Оказывается, этими насекомыми питались там эти птички, а этих птичек там ел там вот это. И вот, когда если его брать, то там вот все такой сбой, что потом уже и пожалели, что это делали. Хорошо. Следующее. Нравственный аргумент. Нравственный аргумент, это самый, наверное, самый основной в этом случае. Самый доступный людям для понимания, наверное, почему. Почему? Потому что все люди, существа нравственные. Абсолютно все люди. Только у человека есть представление о добре и зле. Добро и зло отсутствуют в мире животных. Представление о добре и зле зависит и от образования, от воспитания, от культуры человека. Но сам факт наличия одного и другого не зависит от этих водных данных. Животное не может передать этические ценности своим потокам. Не может. Мы же своих детей пытаемся, ну, на данный момент, там, скажем, обогатить христианскими ценностями. Приявить им нравственные принципы, которые помогут им двигаться. И даже без учета священного писания, человек способен жить ответственно. Благодаря какому элементу внутри себя? Правильно. Совесть. Совесть является также средством самооткровения Бога. Бог сделал человека совесть и мыслью. Совесть это оценщик, оценивающий твои мысли и твои действия, и твои слова. Совесть. Вне зависимости от твоей веры, в Бога, там, во что-то, совесть она у всех есть, она у всех работает. Работает она в тех категориях, которые ты в нее вкладываешь. Она есть у всех. Ну, допустим, в местах не столь отдаленно. Красть у своих – плохо. Красть у людей за решеткой – похвально. Вот так. То есть понятие о добре, если есть? Да. А хорошо и плохо есть? Да. Но категории неправильные. Но это есть. Вот смотрите, существует закон всемирного тяготения. Вы знаете, как он работает? Можете формулу его написать? Физичные? Нет, я тоже не могу. Какие вы знаете еще естественные законы? Физики. Закон Ньютона. Я тоже не особо в этом смотрю. Но, смотрите, наше незнание этих законов не мешает действию этим законам. В мире существует всеобщий нравственный закон. Нравственный закон, установленный создателем. Этот нравственный закон, установленный создателем, мы воспринимаем как раз-таки через совесть. Устраните совесть, и люди поедят друг друга, как скорбионы в банке. Поэтому, даже если мы говорим, так скажем, о преступном сообществе, люди создают ряд понятий, которые поможут им двигаться. Которая основа. В котором есть, ну, так скажем, есть определенные принципы, помогают, есть принципы, духовные принципы, которые помогают, а, оставить личную независимость, то есть права человека сохранять, и помогают личным взаимоотношениям с подобным тебе, с подобным тебе. Не с другим, а вот подобным тебе, он может существовать по этим, так скажем, понятиям-законам, которые ей будут восприниматься по своей совестью. Своей совестью. У животных этого механизма нет. Они бессовестные. Она может написать, собачка прийти, если это не будет. Вот, но она просто это сделает, почему? Потому что ей захотелось. Ну, если кто-то сделает из нас здесь, это будет. Видите, да. Утром смешно. Слава, сколько произведено. Ну, да, либо это энурез, вот. То есть, либо это на уровне физиологии, либо это на уровне патологии, психики, как бы. Ну, такая-то деформация, как бы, все равно. Но личность человека контролирует природу, поэтому вы сидите и терпите до сих пор. Давай я вас отключу в туалет. Итак, совесть является мощным аргументом, когда вы говорите с людьми о Боге, то вы говорите с ними, прежде всего, не о том, что в Библии, а о том, что им доступно и понятно. От понятия добрее, злее, хорошо и плохо, правильное и неправильное. В этом они ориентируются. В этом они ориентируются. Любой матершинник курящий, идущий с ребенком по улице, не хочет, чтобы его ребенок курил и матерился. Это просто пример. Мужчина, вы хотите, чтобы ваш сын, вот он курил и матерился? Нет. Или ты хочешь, ты будешь учить его? Давай, я буду матиками тебя учить. Малыш, сигарету, не один. Самый какой-то, скажем так, ну, негодяй, я бы, Иисус говорит, если вы, будучи злые, но детям своим даете благие даяния, да, но вы, будучи злые по природе своей, вы испорчены. Но ни один испорченный человек не будет своего ребенка учить дурную. Но спиртка она льет. А? Спиртка она льет, скажем, сынок, давай. Нет, это уже нос в нос. Уже когда он подпорт, ну, так скажем, когда увидит в этом ребенке достойного, так скажем, собеседника. Конечно, есть в случае такие исключения, но в общем, как бы, правиле, в общем правиле. Действие совести помогает человеку воспринимать всеобщий нравственный закон, который помогает людям жить в определенной стабильности. Хорошо. Ну и давайте сделаем следующее задание с вами. Давайте следующее задание сделаем. Вам нужно нарисовать животное или предмет, или предмет, которого не существует. Почему, Рашка? Нарисуйте. Я не буду проговорить, а можно нарисовать. Животное или предмет, которого не существует. Животное или предмет. Животное или предмет. Ну, попробуйте. Вот оно. Сложился. Давайте я вам даю 3-3 минуты. Кто-то хочет... А показывает интернет, сейчас есть такое, что ты даже вообще не видел никогда, и оно существует. Ну, если нарисую, что-то уже существует. Можете сейчас, мы же не обсуждаем. А, мы рисуем. Кто не хочет, не рисуйте, но не мешайте другим. Нарисовать. Вам нужно включить свое воображение и создать то, чего нет. Почему нет у меня? Или вообще? Вообще. Ну. Нет. Интерфейм. Трежествую. Продолжение следует... 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 И мы, через рассматривание творений, там будет написано, пришли к осознанию, что есть Творец. Но Павел осудит их, этих философов, и скажет, но они, как они, познав Бога, не прославили Его, но осуетились в умствованиях своих и славу нетленного Бога, что? Переложили на творение. Вот что произошло. А ведь Бог открывался им? Да. Как свет Вифлеемской звезды. Но все вот эти доказательства, причины, предназначения, нравственности, они все нас подводят к личности. И в христианстве, возможно, встреча с Богом на уровне я и ты. Я и ты. Возможно, встреча двух личностей. И именно опыт встречи с живым Богом является целью и отправения в Священном Писании, и служения Церкви. И если мы с вами приводим человека ко Христу, то мы являемся средством, через которое Бог, используя которое Бог, приводит человека к себе. Понятно? Хорошо. Хорошо. Итак, вера в Бога облагораживает. Это уже выгодно мы с вами делаем. Вера в Бога облагораживает. Сейчас я выйду на общий экран, чтобы просто кто-то больше не будет. Вера в Бога облагораживает. Облагораживает. Кто-то записывает, можете записать. У нас люди все молодые присутствуют. Так, я хотел сказать просто примерно, допустим, что коммунистом никто не был. Пионером. Пионером. Тоже вступали в осень. Вот, были пионерами. По крайней мере, да. Вот. Смотрите, мы как пионеры верили. Верили в то, что нам рассказывали. Верили в идеалы. В идеалы коммунистической партии. И для нас, вот, ну, по крайней мере, для меня в то время, одно из таких, ну, не сказать, что там, прям, таких мечтаний было, но таких желаний внутренних было все-таки побыть на взоре. И в Артайк, мальчик. Ну, может быть, на тих пор. Вавзолей. Ну, то есть побывать на Красной площади. Я с Саши Тамосквич, а я с Мурманска. Побывать на Красной площади, вот, у дедушки Ленина, вот, который для нас являлся объектом веры. Веры. И многие люди, они искренне верили. Искренне верили в светлое будущее и в идеалы коммунисти и коммунизма. А почему я эти примеры говорю? Потому что мы все в большинстве родились с вами в стране, которой сейчас нет. Вот так. Это хорошие такие примеры, когда их была спекуляция верой человека. Спекулировали. Людям, как я говорил, нужно верить. И вот тебе, пожалуйста, вместо настоящего объекта веры, какой иллюзионный, выдуманный. Верьте. И люди верили. Но облагораживала ли это вера? В какой-то мере, да. Но не до конца. В какой-то мере, почему? Нам старались привить те качества, которые были, ну, так скажем, необходимы для развития социалистического общества. Социалистического общества. Но мы не могли полностью объединиться с тем идеалом, идеалом веры. Ну, в виде, допустим, Владимира Ильича. То есть его личные характеристики человека лично мне не импонируют. Вот так. Скажем, я вот сейчас уже как бы разобравшись, да, вот я понимаю, что я как Владимир Ильич не хотел выбрать. Ну, их превознесли тоже. Специально. Конечно, создали идеал. Ну, они же взяли все из Библии, только заменили партией Ленина. Конечно. Ленин выпить, что я не могу. Во-первых, как бы это дело, делали даже, ну, как бы, они это кто? Это делали философы в Германии. Это делали в Германии философы. А все оставили библейское, просто заменили Бога, убрали и все. Оставили принципы духовные, вот, которые работали веками и показали свою устойчивость. Вот, да, подменили, Царство Божье подменили социализмом, вот, подменили, так скажем, объект веры в Бога, подменили вот этим коллективным началом. Вот, и человек опять из, как с пути личного развития, увели его опять встал. Да. Вот так, то есть, стерев его личную индивидуальность. Вот, ну ладно, Бог, Бог благословит. Итак, вера, смотрите, вера в Бога облагораживает человека. Мы склонны уподобляться тому, что мы любим и чему доверяем. У вас дети есть у кого-то? Они любят вас, они доверяют вам, и они уподобляются вам, они копируют вас, подражают вам. Понимаете? Подражают вам. Может, до какого возраста это будет двигаться, но я сейчас, я не знаю, но мне уже 42 года, и я внутренне все больше замечаю, что я покажу на своего отца. И самое интересное, во мне проявляются такие качества, которые в моем отце меня всегда раздражают. Ну, я становлюсь как он. Представляете? Ну, все происходит. Я прям думаю, да, ну, меня раньше это напрягало в моем отце. Причем эти качества, они такие, знаете, там, не сильно отрицательные. Просто вот там такой человек, но во мне начинает это проявляться. То есть, настолько все-таки сильное было влияние его на меня. Вот, допустим, жена мне говорит, что ты покупаешь все время, каждый день в магазин ходишь, что ты покупаешь, холодильник забиваешь, а папа мой там еще всегда. То есть, у моего папы представление о благосостоянии семьи, это чтобы дома было всегда покушать. Ну, то есть, он заботился. И мне это передается. То есть, для меня, как бы, необходимо, чтобы, ну, вот я уехал в командировку, я, ну, пошел на рынок, пошел в магазин, я купил там, к жене продукты, я оставил, а он говорит, мы не съедим столько. Я говорю, ну, я зато, как бы, и спокоен. Я потом, ну, что папа мой так всегда делал. Я папе говорю, да что ты набираешь, что ты как в Советском Союзе, что ты запасы у тебя тут, ну. А начинает это проявляться. То есть, тот, кого мы любим, и тот, кому мы доверяем, оказывает на нас максимальное воздействие. Максимальное воздействие в плане формирования наших личностных характеристик, понимаете? Вот мы доверяем Богу, теперь мы это можем экстраполировать на Бога. Мы доверяем Ему, мы любим Его. И раз ты смотришь, человек уже не раздражается. Раньше бы я обиделся, огорчился, сейчас нет, я прощаю. Сношу как-то, становлюсь терпелем. Почему? А потому что у нас есть то, что называется хождением с Богом. А еще у нас есть притча, где написано, если мы раздражаемся на кого-то и не молчим, то господоумно. И поэтому мы всегда... И так вера наша, вера наша в Бога, она облагораживает, то есть она нас модернизирует, совершенствует. И это вера в правильного Бога, в реального, в истинного Бога, в библейского Бога. Вот люди верили в светлые идеалы коммунизма. И они вот жили вот теми ценностями. И эта вера их формировала. И поэтому до сих пор, до сих пор в нашей стране, огромная доля бюджета уходит на поддержание Владимира Ильича. То есть парадоксально, смотрите, но мы живем, как в свое время жил Израиль. И Богу свечка, и черту кочерга. То есть мы одновременно не проводим себя, как богоспасаемая Россия. Мы выстраиваем храмы, которых в Москве больше, чем школы. И мы одновременно спонсируем илопоклонство. На государственном уровне. Узаконенно. Лежит на центральной площади труп человека, которому совершается поклонение. И мы говорим о том, что мы истинно христианская страна, в которой что? Вот как Конституцию сейчас в голосовании было, там типа и Бога включили в Конституцию, и мы за идеалы только самые лучшие. Но это какое-то дейюре. А де-факто никто еще пока не собирается освободиться от вот этих скелетов в шкафу. Конечно, освободятся. Мы верим же в это, да? Да, конечно, по-моему, верующих людей освобождение будет. Атеизм унижает. Атеизм унижает. Вообще, все, что есть хорошего в жизни атеиста, связано с творцом, связано с христианскими ценностями и с влиянием церкви. Это обиженные христиане больше. Скорее, атеисты – это люди, которые обмануты, обмануты, и которые искренне заблуждаются. Но они верят так же, верят, что Бога нет. Вы верите, что Он есть, а они верят, что Его нет. То есть, они свою веру так же используют. Вам когда-нибудь доводилось сталкиваться с людьми, которые говорили, допустим, «Ваш Бог – это жестокий Бог». Вы читали вертки типа «Завет»? Зачем Он ожесточил сердце Паралома? Потрясающе. Вот, допустим, они говорят, «А вот что там, где подворилось? Евреи убивали народа, которые там, да?» Это потрясающее свидетельство того, что человек, который вам говорит, уже находится на уровне сожаления и любви к человеку. Вот таким сожалеющим и любящим людей его сделала церковь, и его сделало наличие христианских ценностей. Вот так. Потому что раньше, до наличия церкви Христа, вот этих принципов, люди так друг другу не относились. И если ему жалко, не только птичку, вот, как шубер, но жалко действительно людей, это значит, что Бог, который есть любовь, продолжает влиять на людей. Это очень сильный аргумент. Все самое лучшее, все самое ценное, все самое достойное, что есть в этом мире, оно все будет связано только с теоретическим мировоззрением, то есть мировоззрением, в центре которого Бог. В отсутствии Бога ни одна этическая система не может отдать достойную альтернативу. Ни одна. Самые лучшие этические системы не все будут с личностным опытом.